МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый заместитель главы администрации свободной экономической зоны Гомель-Ратон Александр Адамович Корнев. В 1995 году окончил Казахский государственный национальный университет по специальности правоведения. В 2004 году получил квалификацию экономиста-менеджера в Гомельском государственном университете имени Франциска Скарины. Служил в рядах советской армии, является ветераном боевых действий в Афганистане. Награжден медалями за боевые заслуги и воину-интернационалист от благодарного афганского народа, а также рядом юбилейных медалей. Трудовую деятельность начинал фрезеровщиком на Гомельском заводе радиотехнического оснащения. Позже работал на предприятиях «Спартак» и «Транснефтдиагностика», а также в налоговых органах. В 2011 году занял должность заместителя главы администрации СС Гомель-Ратон по инвестиционной и финансовой экономической деятельности. На нынешней должности с 2012 года. На вопросы, которые касаются деятельности СС Гомель-Ратон, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер, номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Александр Адамович. Здравствуйте, Ольга. Девиз в свободной экономической зоне Гомель-Ратон, размещенный на ее эмблеме, ваш ориентирован на успех. Интересно, насколько же это соответствует действительности, Александр Адамович. Как определяется успешность работы СС? В первую очередь, я хочу сказать, что успешность работы СС определяет ее резиденты. Когда успешно работают резиденты, когда у них прибыльная деятельность, когда своевременно выплачиваются налоги, заработная плата работникам, когда ежегодно увеличится поступление, реализация продукции на экспорт, выпуск новой импортозамещающей продукции. Это, в первую очередь, заслуга наших резидентов, ну и мы, как администрация СС, естественно, это наш успех. Потому что мы рука об руку идем с нашими резидентами. Наша команда администрации, мы во всем помогаем нашим резидентам. Начиная с период становления предприятия иностранного инвестора, администрация СС наделена правом регистрации юридического лица и регистрации в качестве резидента. И начиная с этих первых шагов работы с резидентом, в частности, с иностранным инвестором, мы стараемся, чтобы довести проект до успешной работы, чтобы резидент развивался, расширял свои объемы производства. И тому пример можно привести ряд предприятий, которые у нас с резидентами СС работают в нашей Гомельской СС. Это и группа компаний с немецким капиталом. Алкопак, Фрешпак, Мультипак, хотя они у вас уже давно на слуху, это известные предприятия. Но сейчас такие новые предприятия у нас, как Долком 40, это польский инвестор, который у нас успешно развивается. И на сегодня, буквально за год, они приобрели незадействованные производственные площади, которые были для 10 лет стояли, не были вовлечены в хозяйство, наоборот. Это 86 тысяч квадратных метров. За год сделали ремонт, модернизацию, поставили новое оборудование. И на сегодняшний момент на этом новом предприятии уже создано более 800 новых рабочих мест. Это только здесь, на Зугомеле, параллельно еще есть транспортные компании, которые наши же комельчане, они освещают международные перевозки. И вот, говорю, как пример, вот этой успешной деятельности наших резидентов, и совместной деятельности нашей администрации СЭС, что подтверждается нашим девизом «Ваш ориентир на успех». И даже хочу добавить немножко, почему ориентир на успех? Всегда на то, что мы беремся, мы всегда должны быть уверены в успехе. И цена вопроса очень высока, потому что, когда приходит инвестор, чтобы стать резидентом свободной экономической зоны, это не так просто. Главное условие – это должен быть инвестиционный проект не менее миллиона евро. Это освоение в течение пяти лет или же 500 тысяч евро в течение трех лет. Но это для крупных компаний. Да, естественно, у нас только крупные компании. Почему-то я озвучил эту сумму, сколько инвестиций. И если инвестор без уверенности берется, если мы не уверены, то, как я сказал, цена вопроса очень велика, потому что это большие деньги. И мы всегда уверенны в успехе, и мы уверены. Да, поэтому больше никаких других ориентиров, только на успех. Только на успех, только вперед. Критерии понятны об эффективности работы по всем направлениям. Я думаю, что мы сегодня подробно успеем поговорить. Уважаемые телезрители, если вы хотите выразить свое мнение или задать вопрос, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Всего в мире подобных образований, как свободная экономическая зона, около 4 тысяч. Скажите, пожалуйста, все работают по одним правилам или есть разные модели? Нет. Вы правильно сказали. В мире более 4 тысяч свободных экономических зон. Но помимо свободных экономических зон, есть и свободные порты, есть зоны свободной торговли и ряд многих различных экономических режимов, которые предоставляют преференции, льготы определенные. Но каждое государство работает и в своем государстве на основании национального законодательства. В каком-то государстве предоставляется льгота резидентам СС, в каком-то не представляется. В каком-то, в частности, платится налог, где что-то освобождается. В каком-то вообще освобождается от всех налогов. И каждое государство, оно идет по своему пути. Потому что всегда цель и задача именно развивать регион какой-то или определенную экономическую отрасль. А как Беларусь выбирала этот путь? Наша модель, она основана на какой-то ранее существующей, я так предполагаю? Да. Но вы будете удивлены, наша модель ориентирована на Китай. Потому что Китай более ранее начал такой применять как инструмент привлечения инвестиций, развития экономики, как свободные экономические зоны. И перед тем, как принят закон о свободно-экономических зонах Республики Беларусь, наши экономисты, специалисты выезжали в Китай, изучали законодательство, изучали примеры, практику создания СС. И где-то в основу СС Республики Беларусь, я сказал бы, положена методика Китая. Но я повторю, что в каждых странах она совершенно разная. Взять, к примеру, Казахстан. В Казахстане была свободная экономическая зона, новый город. Когда цель и задача государства стояла построить новую столицу. Казахстан принял тоже законы и объявил Астану свободной экономической зоной, новый город. Все строительные организации, предприятия, которые принимали участие в строительстве, они ликотировались. Это ввоз, приобретение, строительные техники, строительные материалы. И таким целью и задачей было возвести красивый, современный новый город в короткие сроки. Построили город, все, необходимость, значит, исчезла. Это как свободная экономическая зона. Новый город? Нет. Там появились другие свободные экономические зоны. В Таджикистане другое направление. У нас в Беларуси, мы, опять же, я повторюсь, мы идем своим путем. У нас в каждом государстве свои. Особенности есть. У нас в Республике Беларусь шесть свободных экономических зон. У нас единое законодательство для всех зон. У нас что в Гродно, что в Бресте, что у нас в Гомеле. У нас до 2010 года были отличия немножечко определенные. Для каждой зоны какие-то отличия. Но с 2010 года у нас приняты законодательные акты для всех наших экономических зон Республики Беларусь. Одинаковые условия ведения бизнеса. Ну, нас, конечно же, интересует Гомельская. В этом году ей исполнилось уже 20 лет. Александр Адамович, за этот срок, срок солидный. А Гомельская СС, как вы считаете, стала ли узнаваемой? Стала ли известной? И чем можно подкрепить это мнение? Да, Ольга, 20 лет, это, можно сказать, это уже совершеннолетие. И за эти 20 лет имидж СС Гомель-Ратон вырос. И я не побоюсь этого слова, может быть, похвалюсь, что мы так подняли, ну, как мы подняли. В первую очередь, администрация подняли на достаточно высокий уровень. СС Гомель-Ратон, она узнаваема не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Благодаря активной работе администрации СС, которая принимает участие в различных международных семинарах, конгрессах, форумах, выставках, мы везде выступаем с презентациями о ведении бизнеса в свободно-экономической зоне СС Гомель-Ратон и также в Республике Беларусь. С условиями ведения бизнеса, какие льготы, какие преференции представляются резидентам в свободно-экономической зоне. Также мы предлагаем свободно-земельные участки для размещения бизнеса, незадействованные производственные площади, которые можно взять в аренду или выкупить резиденту. И показываем, как я еще сказал, всякие консультативные услуги и все прочее, прочее. Через дипломатические миссии мы работаем, распространяем информацию, где рекламируем, презентуем. Благодаря этому она знает не только о свободно-экономической зоне, но и о Республике Беларусь. Примером является, что каждый год нашей работы мы регистрируем всегда новых резидентов. Но это не главная цель и задача регистрации резидентов. Задача создать производство, создать новые предприятия, рабочие места. А насколько они задерживаются, ваши резиденты, вот в этой семье? Потому что есть предприятия, которые работают уже много лет, которые прочно закрепились, осели. А есть ли такие, которые достаточно быстро из этого поля исчезают? К сожалению, да. Есть такие предприятия. Вы правильно сказали. Есть предприятия, которые у истоков стояли. Есть резидент номер один у нас. Самый старенький? Самый старенький у нас Ратон. Завод наш, предприятие, он резидент номер один. А зачем же дальше у нас пошли? Вот как я и сказал, Алкопак, Мультипак, вот эти предприятия. Вот эти предприятия, да, они сейчас у нас на хорошем счету, они хорошо развиваются. И повторюсь, опять возвращаясь к этой компании, с немецким капиталом предприятий, инвестор, значит, благодаря реинвестированию, создает опять, расширяет производство, новые рабочие места создает, ослабляет выпуск новой продукции, новое направление. Ну, я бы мог привести много таких предприятий у нас, потому что у нас на сегодняшний момент их 76 резидентов. Но, к сожалению, как в любом бизнесе, бизнес это все-таки, ну, не так это просто все, как говорят, и думаете, резидент, многие думают еще что-нибудь, это легко и просто. Это как в любом бизнесе, есть жесткая конкуренция. И многие, также наши резиденты, как и иные субъекты хозяйства, не выдерживают конкуренции. Где-то у них не получилось то реализовать, то намеченное, поставленное задачи, и они, значит, прекращают свою деятельность в качестве резидентов. Или же у нас были предприятия, которые выполняли свои бизнес-планы, обязательные условия, и затем они принимали решение выйти из состава СЭС Гомератон, потому что законодательство у нас позволяет субъекту хозяйства не осуществлять деятельность в качестве резидента СЭС, или же на общих основаниях, на общих условиях. Чем отличие от резидента СЭС? Потому что резиденту СЭС предоставляют определенные льготы и преференции. А кто же добровольно соглашается снять, вот выйти из-под крыла, снять все эти льготы и преференции и работать самостоятельно? А здесь какая цель? Ну, цель, я скажу, примеры у нас были такие. Это хорошее предприятие. Дело в том, что все-таки, значит, резидентом СЭС может стать не каждый субъект хозяйства, или не каждое предприятие. Потому что у нас есть небольшие ограничения занять этими видами деятельности, которыми может заниматься резидент СЭС. Нам не разрешено регистрировать качество резидента в субъектах хозяйства, если занимается, к примеру, банковской деятельностью, лотерейной деятельности, изготовление оружия, или наркотические средства, или производство определенных видов деятельности. И были случаи, когда резидент реализовал успешно свой инвестиционный проект, но потом в дальнейшем развитии совет директоров или собственник принимает решение переориентировать предприятие. Но переориентировать на выпуск новой продукции, то, которое, я как сказал, потому что там даже есть немножко ограничения по выпуску бытовой техники, бытовой техники народного потребления. Ну, инвестор посмотрел, просчитал свой бизнес-план, свои возможности. Он решил, что здесь более высокая будет доходность предприятия. И чтобы развивать это направление новое, он вынужден уйти. Такие случаи у нас были, но они редкие. Александр Дамович, не было предпочтения другой семье, в другую свободную экономическую зону Республики Беларусь ухода? Таких случаев? Нет, таких случаев у нас не было. Хорошо, тогда давайте поговорим, как ваши потенциальные резиденты делают этот выбор. Потому что это иностранные компании с иностранным капиталом. На чем они ориентируются, когда выбирают именно Гомель и Гомельскую СС? В первую очередь, мы посмотрели с вами в начале нашей передачи небольшой ролик. А мы еще не посмотрели. Мы еще не посмотрели, мы будем посмотреть. Это мы с вами еще за кадром посмотрели, а телезрители наши еще ничего этого не видели. Поэтому это еще ждет. В первую очередь, это заслуга работников нашей администрации СС. Или, как мы говорим, нашей команды, которая слаженно работает. И в первую очередь, это кропотливая, тяжелая работа с резидентами. Не резидентами, прошу прощения, с потенциальными резидентами, с инвесторами. Потому что необходимо. Это не так просто. Если разместить какую-то рекламную продукцию в интернете, или просто переслать через дипломатическое представительство, или где-то выступить с презентацией, это недостаточно, чтобы тебя услышали. Необходим личный контакт. Необходимо заинтересовать иностранного инвестора, чтобы он приехал сюда в Гомель и посмотрел своими глазами. У нас много было примеров. Когда на самолете приезжает группа иностранцев. Мы встречаем нашу аэропорту. Организуем встречу в город-сполкоме с мэром, с губернатором в облсполкоме. Когда приезжают крупные банкиры, крупные инвесторы. И потом они говорят, действительно, понимаете, мы посетили Беларусь. Мы посмотрели ваш прекрасный, чистый, красивый Гомель. Мы пообщались с вашими людьми, с белорусами, которые доброжелательные, искренне, открыты. И то, что нам говорят и в прессе, там, за рубежом, это совершенно разные вещи. И потом, когда именно в тесном контакте, в общении они принимают конечное решение, раз, два, три, посетивши Гомель, посетивши нашу свободную экономическую зону, мы показываем предприятия. Договариваемся, что они визиты, они смотрят, как развивать. Да, чужой пример. Да, только так, просто так. Еще ни одного случая у нас не было. Я думаю, что и в остальных зонах, чтобы приехали, так вот посмотрел, где-то что-то, приехал, я хочу, я буду. Нет, это кропотливый труд. Который ежедневно нужно работать над этим, чтобы убедить. Потому что, я повторюсь, пускай телезрители не обижаются, что цена вопросов велика. Потому что необходимо вложить не менее миллиона евро. Хотя практика показывает, что, чтобы создать хорошее крупное предприятие, миллион это тот стартовый, как сейчас модно говорит, стартап, это миллион, а это только начало. Потом вкладываются десятки, сотни миллионов, чтобы развиваться крупное предприятие. Но чтобы принять это решение, необходимо, да. Долгий труд. Ну, в этом году Беларусь демонстрирует хорошую динамику по привлечению иностранных инвестиций. Цифра уже по этому году более трех с половиной миллиардов долларов. Почти на четверть это больше, чем было в прошлом году. Расскажите, пожалуйста, как дела у СЭС по привлечению иностранных инвестиций? В первом квартале этого года у нас привлечено 40 миллионов прямых иностранных инвестиций. И 22 миллиона на чистой основе. Но я не буду сейчас вникать в эти подробности, потому что, чтобы не запутать телезрителей, что такое на чистой основе, что такое прямые иностранные инвестиции, что такое инвестиции в основной капитал? Нас интересует много это или нет? В сравнении с прошлым годом, вот анализируем ежемесячно у нас, но в то же время ежеквартальная отчетность есть, как я сказал, в первом квартале, то полтора процента выше, то есть или 150 в полтора раза выше, чем в прошлом году. Полтора раза или полтора процента? Полтора раза. Это 150 процентов, если мы умножаем, а так или и полтора раза выше, это показатель, чем в прошлом году. Удельный вес иностранных инвестиций, инвестиций в разрезе Гомельской области СЭС составляет, чтобы не обмануться, 34,7 процента. Будем считать 35 процентов. А отдельный вес в городе Гомеле иностранных инвестиций резидентов СЭС 84 процента. Вот это о чем-то говорит, что действительно наша доля резидентов СЭС поступление иностранных инвестиций в Гомельскую область. Спасибо. Убедительно звучит. У нас есть видеоопрос. Мы попросили гомельчан порассуждать на тему, почему стране важны иностранные инвестиции. Давайте посмотрим. Были бы деньги, как говорят, а вложить их можно найти куда. Ну, во-первых, культура, образование, строительство дорог. Дороги у нас требуют очень больших вложений. Иногда даже бывает обидно. Вот столько мы платим налог за пользование дорогами, очень большие суммы. А иногда бывает едешь по таким ухабам, что бедная машина плачет, стонет. И я вместе с ней. Иностранные инвестиции нужны всем, любой развивающейся стране, в том числе и нам. А куда вложить инвестиции? Да куда угодно. Во что угодно. В те же дороги, которые у нас не в лучшем состоянии находятся. В сельское хозяйство, в тяжелую промышленность, в наши металлургические заводы, ну и прочую массу других проблем. Я считаю, что иностранные не нужны инвестиции. Свои надо деньги грамотно распределять. Государственные. Мы возьмем у них деньги, разовьемся сами. То есть благодаря какой-то стране мы разовьемся. Тем самым мы, можно сказать, скрепим наши связи с другими странами. И нужны, и не нужны. За них же надо платить. Промышленность. Чтобы развить промышленность, чтобы было. Ну то есть какие-то новые производства, чтобы образовывалось. Чтобы на экспорт продавать. Конечно, нужны для того, чтобы развивалась экономика, чтобы были рабочие места, чтобы наш город процветал, и люди жили хорошо. Трудно сказать. Как-то самим надо стараться с этого выходить, из кризисного положения. Нет, ну нужно. Нет, ну всякое, будем говорить, передовое государство, оно пользуется иностранными инвестициями. Взять, допустим, этих, будем говорить, среднеазиатских тигров. Шесть стран этих маленьких. Практически они за счет чужих инвестиций выскочили. Очень хорошо у них получилось. Понимаете как? Поэтому я не знаю, в какой степени нужны эти инвестиции. Но то, что нужны, это обязательно. Я тоже. Я согласна с мужем. Вы смотрите Диалог. Мы обсуждаем сегодня деятельность СС Гомель-Ратон. И к нашей компании с Александром Адамовичем Корневым, заместителем главы администрации, присоединяется телезритель. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Елена. Я звоню из Гомеля. Последнее время в нашем обществе, в нашей экономике, если хотите, появилось столько много образований, которых раньше мы и не знали, и не слышали о них. Парк высоких технологий, технопарк, свободные экономические зоны. Насколько я понимаю, все они призваны добавлять какие-то средства из-за рубежа в нашу экономику. А вот объясните, пожалуйста, мне, наверное, это будет известно, вернее, интересно другим телезрителям, чем отличаются условия и вклад в нашу экономию. Например, технопарка и свободной экономической зоны. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Ну, в первую очередь, я хотел бы сказать, технопарк. Технопарки у нас созданы для развития IT-технологий. Это компьютерные программы, это развитие новых сейчас технологий, направлений. Сначала, значит, у нас совместное здание технопарка Гомельского и свободная экономическая зона. Мы находимся в одном здании. И цель задачи свободной экономической зоны, я уже сказал, что у нас задача только производство, создание производства и выпуск продукции, импортозамещающей или экспортоориентированной. Технопарки, они разрабатывают IT-технологии, программы различные, компьютерные. Также у них много предприятий, которые должны разработать какой-то продукт, который основан на новых технологиях перспективных. И в дальнейшем они придут к нам в свободную экономическую зону и создадут производство. Также, как в свободной экономической зоне резидентам представляются определенные налоговые льготы и таможенные преференции, так и резидентам свободных экономических парков предоставляются определенные льготы и преференции на этом этапе становления бизнеса. Спасибо. Продолжим. Мы видели опрос, слышали мнение людей. Александр Адамович, прокомментируйте, пожалуйста, ну, во-первых, как бы вы это определили? Почему это так важно сейчас привлекать иностранные инвестиции? Вы знаете, посмотрел ролики, и я вот приятно удивлен. Здесь прошел опрос разных возрастных категорий, как и пожилых людей, так и молодежь, и среднего поколения. Но среди них нету равнодушных. Все понимают, что такое инвестиция, зачем они инвестиции в Республике Беларусь. Да, даже молодой человек сказал, что надо свои правильно расходовать денежные средства, и правильно, я с ним согласен. Но опять вся экономика, все передовые страны мира, все привлекали инвестиции. И чтобы именно поднять экономический потенциал как Республики Беларусь, так и Регуминской области, иностранные инвестиции, они необходимы, чтобы развивать экономику Республики Беларусь. И мне тут приятно, что наши люди, сограждане, это все понимают прекрасно, и владеют этой информацией, и они неравнодушны. Скажите, пожалуйста, вот среди резидентов ССГУ Мелератон, какие страны представлены? Так предположу, что, наверное, в первую очередь это наши соседки. Сейчас в качестве резидентов СССР у нас капитал из 16 стран мира. Это вы правильно сказали, это Россия, это и Украина, это Германия, но основной капитал лидирует по сумме инвестиций, вложенных в экономику Гомельской области, в частности резидентов свободно-экономической зоны, это Германия. Это группа компаний, которых я называл, это Германия, Лихтенштейн, Австрия. Затем идет Российская Федерация, по сумме вложенных инвестиций, Украина. Помимо этих стран, у наших соседок, у нас и Польша, инвестиции из Польши капитално работают, Франция, Турция, Италия. Так что у нас 16 стран, капитално работает, 16 стран мира у нас в свободной экономической зоне. А в отношении ниш производственных есть какие-то приоритеты? Так нельзя, наверное, сказать, что приоритеты, потому что спектр то производство и выпускаем продукции нашими инвестициями, он очень широк. Это металлообработка, это стекольное производство, это химическое производство, это деревообработка, эксперт у нас и паршив одежды у нас, и таких приоритетов, как в каком-то направлении. Нет, у нас приоритет один. Это экспорт продукции или экспорт замещения. Вот приоритет у нас. Потому что резиденты все-таки мы не вмешиваемся в соответствии с нашим законодательством, мы не вмешиваемся в хозяйственную деятельность резидентов свободной экономической зоны. Тем более это инвестиции иностранных государств. Они определяют тот вид деятельности, который они будут осуществлять, ту продукцию, которую будут они производить, те страны, куда они будут экспортировать продукцию. А у резидента, когда он к вам приходит, у него уже есть ответы на эти вопросы? Или вы помогаете их найти? Мы помогаем найти, но приводя примеры, вы раньше задавали вопрос о успешности деятельности, успешные предприятия, которые наши резиденты, да, они приходят, у них уже есть какая-то цель определенная, у них никто просто так не приходит из бухты барахта. Извините за такое формальное слово, потому что проводятся маркетинговые исследования, изучается рынок, какая продукция востребована, какие условия ведения бизнеса в данном сегменте промышленности, стоимость материала, стоимость сырья, стоимость рабочей силы, в конечном счете, это складывает стоимость готовой продукции, будет ли она конкурентоспособна на рынке, страны, куда будут поставляться, это все прежде чем начать бизнес, прежде чем прийти к нам, также потенциальный инвестор, он все прорабатывает у себя, затем естественно не просто мы помогаем, я повторюсь, что мы начиная с первых шагов создания предприятия, мы постоянно с нашими инвесторами, также мы помогаем и различные маркетинговые условия, проводить исследования, помогаем также ознакомление с нашим законодательством, консультации различные, потому что такая система иначе. импортозамещение и ориентированность на экспорт, основные критерии, вот как сейчас с экспортом дела у ваших резидентов? Раньше наше законодательство СС предусматривало обязательное условие, что резиденты СС обязаны были 70% выпускаемой продукции реализовать на экспорт или резидент-резидент, это было две составляющие, 30% подразумевалось реализацию на внутреннем рынке. Затем законодательство изменилось, этот критерий уменьшился 50 на 50. Сейчас же, с 1 января 2017 года, этот критерий отменен. Сейчас, как я сказал, мы не умешиваемся хозяйством и делиться на наших резидентов, но тот же принцип остался экспорт-ориентированности. Наши резиденты, безведомственные подчиненности, потому что мы все равно немножко сейчас их разделяем, есть ведомственные подчиненности резиденты, есть безведомственные подчиненности. Безведомственные подчиненности У нас сейчас 70% продукции реализуют на экспорт. Есть предприятия, которые у нас 100% выпускаемые продукции реализуют. Есть кто-то 69%, но в среднем безветном сопротивлении у нас 70%. А в целом по СЭС у нас 60% продукции выходит на экспорт. Сейчас предлагаю перейти к сюжету. Накануне на СЭС Гомератон побывали наши корреспонденты. Давайте посмотрим вместе. Свободную экономическую зону Гомель-Аратон создали в 1998-м. В этом году здесь отметили 20-летний юбилей. Сегодня резиденты СЭС находятся не только в областном центре, но и в таких городах, как Мозырь, Речица, Светогорск и Добруш. В администрации СЭС позиционируют как универсальную площадку для развития бизнеса и привлечения иностранных инвесторов, готовых вкладывать в развитие инновационного производства. В этом году зарегистрировали трёх новых резидентов. В ближайшее время будет принято ещё одно положительное решение. Предприятия по выпуску медицинского оборудования планируют открыть представитель Чехии. Для травматологии, онкологии и ортопедии. Мне любят условия работы здесь у вас. Я думаю, что здесь у вас большая перспектива. Как развивается Белоруссия? Мне очень нравится. Нравятся условия работы. Нравятся здесь люди, которые не забыли, как работать. Серьёзные люди. Белорусско-российское предприятие «Гидросила Белар» в качестве резидента свободной экономической зоны зарегистрировано в сентябре 2015 года. Производство разместили на выкупленных площадях бывшего деревоперерабатывающего завода. Немногим более года понадобилось, чтобы сделать ремонт и установить оборудование. Сегодня «Гидросила» специализируется на выпуске гидроцилиндров для сельскохозяйственной техники. Основной потребитель – Российская Федерация. Однако уже в ближайшее время здесь начнут изготавливать комплектующие для партнёров в Евросоюзе. Предприятие провело обучение своих специалистов в Германии и закупило несколько новых станков, позволяющих достичь более высокого уровня качества. Причём выпускать цилиндры по новым технологиям будут не только для зарубежных партнёров. Мы всё делаем с самым оптимальным, лучшим технологиями, которые менее затратные и менее браконесущие. Мы не разделяем потребителей в Европе, в Беларуси или в России. Каждый потребитель должен получать продукт гарантированно качественно. Сегодня в администрации свободной экономической зоны предприятие «Гидросила Белар» приводит как один из примеров успешной реализации заявленных резидентами проектов. Об эффективности работы СЭС пойдёт речь и на запланированном на ближайшую пятницу Втором Конгрессе свободных экономических зон. Уже сегодня известно, что его участниками станут представители более 180 СЭС из 16 стран мира. Главная задача – поделиться опытом, обсудить проблемы и взять на вооружение то новое и передовое, что наработано в свободных и специальных экономических зонах. Вы смотрите «Диалог». Первый заместитель главы администрации свободной экономической зоны Гомель Ратон. Александр Корнев сегодня у нас в гостях. Александр Адамович, первый Конгресс свободных экономических зон в Гомеле прошёл три года назад. Насколько вы считаете его успешным? Какие отклики потом получили после его проведения? Мы всё-таки даём большую оценку первому Конгрессу свободной экономической зоны. Он назывался у нас восточный коридор инвестиционный. Восточная Европа. Благодаря почему? Потому что в предыдущий вопрос был узнаваемость нашей СЭС. На первом Конгрессе мы обсудили вопросы, проблемы различные, изменения законодательства, условия ведения бизнеса в различных зонах. И благодаря от узнаваемости нашей СЭС уже известность второй Конгресс свободной экономической зоны Республики Беларусь. Опять проводится у нас на базе нашей свободной экономической зоны. И сюда приглашены многие представители, и даже мы приглашали, и многие заявили своё желание. Как мы уже сказали в ролике у нас, смотрели, что более 180 человек заявилось из 16 стран мира. Это представители крупных компаний коммерческих, это главы администрации, это представители юридических компаний, это консалдинговые компании, это представители таможенных органов и различные организации, которые заинтересованы, им интересно ведение бизнеса и развитие свободной экономической зоны. Опять этот Конгресс у нас послужит развитием дальнейшего свободной экономической зоны Республики Беларусь, нашей свободной экономической зоны. Потому что у нас будут принимать участие и ФИМОЗ, организация международная, вице-президент. Затем у нас будут представители польской СЭС, Катынь. По-моему, если я не ошибся, да, потому что третий год признаётся лучший СЭС в Польше. Хотя Польша на сегодняшний момент занимает третье место в Европе по привлечению инвестиций. Но пример наша свободная экономическая зона Гоммертон. Мы с Польшей привлекаем к нам инвестиции. И благодаря вот этому Конгрессу опять мы получим большой опыт, обсудим дальнейшие пути развития. И где-то мы не стесняемся учиться и у наших западных партнёров, у наших партнёров свободной экономической зоны СНГ и нашего Евразийского экономического союза. Это постоянные ваши партнёры? То есть те компании и сообщества, с которыми уже налажены связи, или будут и новички в Гомеле в этом году? В этом году будет много новичков. Есть постоянные партнёры, которые мы тесно поддерживаем связь. Мы стараемся всегда. С кем мы поддерживаем связь, с кем мы подружили, как мы говорим, мы с теми стараемся и дальше поддерживать хорошие дружеские отношения и деловые отношения. И так сейчас очень много новых партнёров, которые изъявили желание, благодаря популяризации нашей свободной экономической зоны, присутствовать на этом Конгрессе. Я уверена, что организация его будет безупречной, и деловая и неформальная часть Гомель славится своим умением принимать гостей и производить впечатление, и подкреплять это впечатление потом реальными делами. Мне интересно, каких результатов от работы Конгресса вы ожидаете практически? Вот уже, судя по опыту проведения Первого Конгресса, можно на чём-то основываться. Хорошо, если что. Не просто ведь приедут, обсудят и уедут, да, пусть даже и с хорошими впечатлениями. А вот что должно произойти после этого? Что должно произойти после? Как же это после Первого Конгресса? Я повторюсь, мы опять да, мы обменяемся мнением, мы изучим опыт, опыт других СЭС. И дальше наша работа, уже наша администрация СЭС и всех СЭС Республики Беларусь, уже входить с предложениями, вносить различные предложения на уровень правительства, внесения, изменения, дополнения в законодательство. Также после Первого Конгресса, это в 2015 году был, но вы знаете, что в 2017 году у нас было внесено ряд изменений, принято нормативных актов, касающихся осуществления деятельности субъектами и хозяйственными резидентами СЭС. Это как бы таможенное законодательство изменилось, принят Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Также 508 указ президента был принят по изменению законодательства в отношении резидентов СЭС. Это благодаря тому наработанному опыту, которому мы, в частности, СОЭ, администрация СЭС Гомель-Ратон, мы выходили с предложениями о внесении изменений, о принятии нормативных актов. И сейчас же, после принятия Таможенного кодекса, мы плотно отработаем и с таможенными органами, которые сейчас вносятся изменения, меняется законодательство. Потому что раньше, в частности, те отношения внешнеэкономической деятельности, которые регулировали таможенное законодательство в отношении наших резидентов СЭС, в соответствии с соглашением, они определялись национальным законодательством. Сейчас же, в связи с принятием Таможенного кодекса, законодательство меняется. В конечном итоге все это должно повысить эффективность функционирования СЭС, что, соответственно, скажется и на объеме привлекаемых в страну средств, ну и на работе всей экономики в целом. Поэтому заинтересованы мы в этом все в конечном итоге, в том, чтобы этот процесс шел более динамично. Александр Адамович, у нас есть вопрос на нашем вайбере. Давайте уделим ему внимание, как влияет развитие СЭС на рынок рабочей силы, количество рабочих мест в регионе. Расскажите, пожалуйста, благодаря СЭС, сколько людей получили рабочие места, причем достаточно высокооплачиваемые. Да, я с вами в детстве соглашусь, потому что все-таки заработная плата на предприятиях резидентов СЭС, не государственной формы собственности, или, как мы говорим, безвестности и подчиненности, она на порядок выше, чем предприятия, допустим, коммунальной собственности или на других предприятиях. Я не буду говорить, сумму называть, потому что на каждом предприятии своя заработная плата, плюс там есть определенные условия оплаты труда, еще критерии, но здесь однозначно немножко зарплата выше. Естественно, производительность труда выше, потому что новое оборудование, новые технологии и создание новых рабочих мест. Я, например, вам привел то, что создание новых предприятий, привлечение инвестиций на президента, вот, к примеру, Долком-40, он уже 800 новых рабочих мест создал. Мы посмотрели Гидроссила Белар-65. Могу привести пример у нас предприятия, хоть оно уже не первый год работает, ЕКБ. Это, значит, предприятие на базе бывшей швейной фабрики Гемельчанка, которая выпускает карнавальные костюмы. Почему я назвал эти три предприятия? Эти все три предприятия, которые выкупили на акционе, те бывшие предприятия, как деревообрабатывающий завод Белост, это предприятие стало банкротом. Рабочие люди потеряли рабочие места. Швейная фабрика Гемельчанка, она стала банкротом. Потеряли люди рабочие места. Благодаря приходу инвесторов, они выкупили, они наладили производство и создали новые рабочие места. Даже ЕКБ, там уже 260 новых рабочих мест. Здесь, я сказал, Белар-65, но в дальнейшем будет более 100. А в целом по СЭС, сколько сейчас занято на производстве человек? В целом по СЭС у нас 26 784 работника. Скажите, пожалуйста, как-то о существующих вакансиях публикуется информация на сайте СЭС? Или это каждое предприятие решает самостоятельно этот вопрос? Значит, у нас в соответствии с законодательством, каждое предприятие, как и резидент СЭС, так и другие предприятия, при наличии вакансий, они обязаны уведомить фонд социальной защиты и инспекцию по труду. Но также, потому что это вопрос, уже у нас не первый раз звучит, мы на своем сайте администрации СЭС, мы создали такую штавочку, где предприятие резидент СЭС обращается к нам, представляет информацию о вакансиях. То есть есть такая информация на сайте, да? Да, на сайте администрации СЭС есть информация. Спасибо огромное, мы уже вынуждены, к сожалению, закруглиться. Александр Вадимович, спасибо за такой сегодня познавательный, конструктивный диалог. Хочу пожелать успеха Второму Конгрессу, успешной ему работы. Спасибо, до свидания. Первый заместитель главы администрации свободно-экономической зоны Гомель Ратон, Александр Корнев, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok